Добрый день, дорогие друзья! Ну вот, наконец-то, более-менее установилось. Ну, хотя бы неделя, по-моему, будет. Нормальная погода. И мы с вами должны укрепить тот решетку фундамента, на который снег надел катастрофу. Поэтому я сейчас съездил в магазин. Они наконец открылись. И решил покрыть эти брусы сразу защитным слоем. Думаю, пусть будет защищена наша нижняя часть. И сейчас я ее всю пропитаю. И она, более-менее, будет отталкивать влагу. Ну, не отталкивать, но, в всяком случае, защищать от гниения. А потом мы уже еще и лаком пройдем своим. Помощничек бегает здесь. Иди сюда. Иди ко мне. Вот оно нам. Никуда не отходит от гниения на шаг. Это рядышком крутится все время. Пошли клещи. Теперь надо глаз и глаз за ним. Не покушали моего малыша. Лекс, это неудобное место. Если ты здесь выбрал, я и тебя заодно покрашу. Да не тебя я показываю. Я купил вот такие стяжные шурупы с головками. Так, вот этих четыре бруса. И хочу их подложить под низ. Вот сюда. И в трех местах скрепить этими болтами. А потом уже в середине добавить шурупами. И все должно укрепиться. И быть надежной уже опоры. Снег подсказал, где слабое место. Так. Для тех, кто впервые у меня тут на этой стройке, я сразу вам скажу, что по идее такой домик, который я затеял, маленькую столярную мастерскую, можно собрать при всех материалах, заготовленных заранее, ну, четыре-пять дней, и она будет готова. Но у меня совсем другие планы. Я прихожу сюда в обед. Я гуляю с собаками. Потом отпускаю его здесь порезвиться. А сам в это время немножко что-то делаю. Поэтому, скорее всего, у меня растянется, ну, скорее всего, на месяц. И еще надо учитывать, что размер моей пенсии не совсем позволяет разогнаться. То есть в этом месяце у меня определенная сумма на это есть. И если не хватит, то придется ждать следующий. Ну, так вот оно. Ну, в общем, понятно. Да, я хочу просто в кайф здесь не колотить последнюю каплю пота, а просто получать удовольствие от того, что я делаю. Вот я покрасил сейчас. Мы с собаками пойдем на обед. Ну, а может быть, в пять часов придем. Я думаю, к этому времени подсохнет. И что-нибудь еще поделаем немножко. И так потихоньку, понемножку мы это дело поднимем. Кто со мной еще раньше был, может немножко порадоваться, что мы стали продолжать. Да? Особенно радуется вот это животное. Зверюгинский радуется, что наконец он может здесь нанюхаться, набегаться, полежать в тенечке. Он обожает здесь лежать в тенечке. Так. Ну, вроде все сказал. На этом пока прощаюсь. Пока.